Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, бисмиллях, альхамду лиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. Мы с вами начали разбирать очень важную тему в нравах мусульман, и мы даже назвали это ключом. То есть этот грех, это наш недостаток, который назвали ученые ключом всех злодеяний, это гнев. И вспомним быстренько хадис, где пророк, саллиллахи ва салям, дал насихат, назидание, завещание одному из подвижников, который ждал каких-то больших, длинных речей, и пророк ему сказал «Ля тагдап», не гневайся, ащуланна, не гневайся. Он переспросил еще раз, ожидая, что пророк, саллиллахи ва салям, скажет другие какие-то великие слова, на что пророк снова ответил «Ля тагдап», не гневайся. И сколько бы раз он не повторял, посланник Аллаха не перестал повторять «Ля тагдап», «Ля тагдап», не гневайся. И второй вариант хадиса, это уже другой случай, когда также сподвижник подошел к пророку и попросил у него назидание, и пророк, саллиллахи ва салям, сказал «Ля тагдап», не гневайся. И этот сподвижник рассказывает, после этих слов я долго думал об этих словах пророка, и я пришел к мнению, что именно гнев собирает все злодеяния человека. То есть многие ошибки в жизни совершаются, многие грехи совершаются, многие ненужные слова вылетают из уст человека во время гнева. И сегодня давайте посмотрим два рецепта, что делать во время гнева. Во время гнева. Когда человеком овладевает гнев, он начинает терять разум, рассудок, он начинает терять свою нравственность. И, конечно же, в это время Иблис, Шайтан, начинает наущать его, чтобы он пока еще не понимает, пока еще в гневном состоянии, он успел сказать все ненужные слова и успел сделать все ненужные дела. Потому что Шайтан, в отличие от нас, он понимает, что мы его клиенты, а мы не понимаем, что он наш враг. И, в отличие от нас, он очень долго, кропотливо изучает каждого из нас. Вот ученые говорят, многие люди, они не знают Шайтана, не знают его проделки, не знают его правила, как он вводит людей в заблуждение. Даже для многих мусульман это неинтересно. Да мы даже об Аллахе иногда мало знаем, не то что о Шайтане, хотя мы должны знать своего врага. есть огромные книги, целые книги, которые ученые написали не про Аллаха, не про Пророка, а про Шайтана, чтобы мы изучали его хитрость, его хитрые какие-то пути, посредством которых он вводит на заблуждение. Поэтому мы его не знаем, но он нас знает. Он знает каждого из нас. И каждый из нас, это для него потенциальный клиент. Куда? В ад. Но в то же время он понимает, что каждый может оказаться и в раю. Поэтому он изучает каждого из нас. И он прекрасно знает природу, характер каждого из нас. Он прекрасно знает слабые наши стороны и сильные наши стороны. И он изучает все двери в наши сердца. И он знает, что среди этих дверей есть такие железные двери, об которых головой он никогда не будет стучаться. Это наша самая сильная сторона. И он не будет стучаться, не будет пытаться разбить эту дверь, открыть и войти в наши сердца через эту дверь. Нет. Он слишком умный и слишком опытный для того, чтобы, как люди иногда, ударяться головой об стену. Вот просто представьте себе стаж его работы. Вот если сейчас кто-нибудь встанет среди нас и скажет, вот я 40 лет занимался строительством, у меня 40 лет назад я закончил институт, всю жизнь я работал на стройке. Вот я, например, как Хазрат, я не стал бы с ним спорить, что касается стройки, потому что он профессионал, у него 40 лет. Если среди нас есть учитель математики, который всю жизнь преподавал математику, строитель с ним не будет спорить, как преподавать правильно математику. Если кто-то из нас всю жизнь работал хирургом, каждый день, каждый день делая эти операции, спасая жизни, да, мы не будем его учить. Там, закончив какие-то курсы, да, мы не сможем его учить, как правильно делать операции. Даже главврачи больниц, они не смеют иногда учить хирургов, да, потому что хирург может сказать, вот тебе нож, иди сам делай, да. То есть это 40 лет, 30 лет, 20 лет опыта. Начало стажа шайтана, это начало человечества. Еще не было людей, он уже набирался знаний и опыта. И самые первые его клиенты, которых он добился, чтобы они покинули рай, это Адам и Ева. Эдем бляхава. И вот представьте себе, за эти тысячелетия, тысячелетия, через него прошли огромное количество народов, людей. Он вводил их в заблуждение. Умнейшие люди, которые остались, может быть, в истории человечества самыми там сильными, умными, мудрыми, они ушли, многие ушли кафирами. Они не смогли найти дорогу в рай. Аллах их не открыл, их сердца. Поэтому у него опыт работы очень большой. И он нас знает. И вот шайтан, он прекрасно понимает, когда человеком овладевает гнев, он очень слабый. И им можно двигать как угодно. Это как кукловоды работают в театре куклами, шайтан начинает его вводить в разные заблуждения и заставлять его делать, говорить ненужные слова. И шайтан прекрасно понимает, что скоро гнев уйдет. И этот человек придет в себя. И разум вернется. Его нравственность вернется. И поэтому он делает все, что успевает. Это мы должны понимать. И, соответственно, пророк, салюллах алисалям, дает нам два. Очень быстро так расскажу. Два рецепта во время гнева. Что делать? Первое. Пророк, салюллах алисалям, сказал. Этот хадис передал Абулла ибну Аббас, радуяллаху анхума, что посланник Аллаха, алейхи салюллаху алисалям, сказал. Ида годиба ахаду кумфаль-яскут. Когда кто-либо из вас гневается, вот все, что-то случилось, вы что-то услышали, что-то произошло, и кровь начала вскипать в тебе. Ты гневаешься. Пророк, салюллах алисалям, сказал. Фальяскут, пускай молчит. Вот охота ему сказать. Но пророк говорит, не говори. Не говори. Вот, нет, хочется сказать. Надо сказать. Я же могу сказать. Пророк говорит, не говори. Молчи. Закрой рот и молчи. Пока истребители не уйдут, пока кровь не остынет, разум не вернется. Фальяскут. Молчи. Пророк, салюллах алисалям, дает нам этот совет. Этот хадис сборника имама Ахмада. И на самом деле, дорогие братья, огромное количество ненужных, которые разрушают нашу жизнь, проскачивают во время гнева. Вот есть здоровые наши братья, которых я очень люблю. Это наши братья, мусульмане. Это мы с вами. И никто не обезопасен от этого, которые иногда сидят в кабинете и плачут. Потому что буквально вчера он поддался гневу и выкинул три слова талак своей жене, с которой они жили 15 лет. У них трое детей. И он сидит, плачет, потому что он хочет жить с ней. Он любит ее. У него дети смотрят на него. А по исламу три талака. Все. Все. Да, потом он начинает искать высказывания некоторых ученых, которые утверждают, что эти три талака можно посчитать как за один талак. Но, но, дорогие братья, думать надо вовремя. Я уже одному брату сказал, я говорю, хоть собака крикнул бы жене. Ох, собака, да и сяк дали, вы бы муж и жена были. А зачем талак кричать? Зачем? Забудьте это слово. Даже некоторым братьям я говорю, говорите один раз. Ну вот если надо, один раз. Один патрон, все. Все, три цикла проходят, она свободна. Но у тебя еще есть два. Вы можете пожениться. А когда уже три талака, все. И это мнение большинства ученых. Поэтому в семье родители поддаются гневу. Поддаются гневу. И во время гнева некоторые ненужные слова. И Аллах же принимает эти два. Поэтому первый рецепт. Когда тобой овладевает гнев, когда кровь скипает, давление в сердце, лицо красное становится даже. Даже эти разбухают вены. Пророк говорит, молчи. И вот обратите внимание, очень много бывает таких моментов, когда хочется сказать. Когда хочется взять телефон, позвонить и сказать все, что ты думаешь. А иногда говорят, вот я сколько раз замечал. Вот сколько раз я замечал. Вот надо взять телефон, сейчас сказать. Я говорю себе. Полчаса подожди. Через полчаса скажешь. Через полчаса думаешь, такой, альхамдулилля не позвонил. Альхамдулилля не сказал. Вот поэтому, дорогие братья, когда кем-либо из вас овладевает гнев, запомните, пусть молчит. Пусть молчит. Это первое. Второе. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Это уже Анас ибн Малик передает. Когда кем-либо из вас овладевает гнев, и он стоит, все, он стоит, идет, и гнев ступает уже. Все, все в силу. То есть, все, он уже не может, пророк говорит, пускай сядет. Пускай сядет. Нужно ограничивать радиус твоих движений, твоих кулаков, рук. Да? То есть, все. Пускай сядет. Фаль-я-жиз. Па-ин-за-ха-ба-анху-ль-гадаб, ва-илла фаль-я-таджа. То есть, если он успокоится, хорошо, а если нет, пускай ляжет. Лежит. Не вставай. Лежащего не бьют. Да? Все. Вот. Что это означает? Что это означает? Нужно ограничить, ограничить движение. То есть, ничего не надо делать. Ты можешь сделать то, что потом всю жизнь будешь за это каяться. Ты можешь совершить такие злодеяния во время гнева. Потом придешь в себя и скажешь, Субханала, что я наделал? Да? Потом будешь всю жизнь за это прощение просить. Поэтому, если ты стоишь, сядь. Если сидишь и не помогает, полежи. Полежи. Но ограничить движение. То есть, получается, ничего не делай. Ничего не делай. Вот эти два простых рецепта, дорогие братья, они помогут нам, когда гнев овладевает нами. И, иншалла, избавят нас от многих бед и страданий. Первое. Молчите. Не говорите. Потом скажете. А потом уже скажете. Да ладно, не буду говорить. Все уже, да? Пыл упал. И второе. ограничьте движение. Ничего не делайте. Уйдите. Уйдите, если не можете. Куда-нибудь там сядьте. Вот это два две, два рецепта, которые помогут нам, иншалла, обуздать свой гнев. Ла тагдаб, ни гневайся. Субханакаллахумабихам. Ишхаду Аллах. Иллахе Илла Амт. Астагфирука وأтубу и лейк. Иллахе